Лаборатория по обогащению полезных ископаемых и учебный кабинет в Магаданском политехническом техникуме. В период пандемии рабочие профессии оказались востребованы. Механики, строители, программисты и многие другие трудятся на благо Магадана и области. Для того, чтобы стать отличным специалистом в своем деле, нужно не просто получить образование, но и набраться опыта. А сделать это без хорошей материально-технической базы невозможно. Основной смысл обучения это ребенку дать, чтобы он понимал систему работы этого всего. Но уже сейчас мы переходим в сферу электрификации. Большинство к 25-м году, к 30-м будет электроавтомобили. Поэтому нам нужно свою материальную базу, исходя из этого, менять. И обучать на более современных стендах, тренажерах и так далее. Здесь нас и Министерство образования поддерживает, и сам губернатор. В этом году нам выделили достаточно большие деньги для того, чтобы мы приобрели современное оборудование именно по автомеханическому отделению. По словам сотрудников техникума, студенты и преподаватели постоянно пополняют свой багаж знаний. Делегация из Магадана даже ездила на соревнования WorldSkills в Казань. Это программа по профобучению и дополнительному профобразованию. Мы подчеркнули для себя то, чего мы хотим добиться здесь на территории региона. И посмотрели вообще систему работы и систему взаимодействия. То есть поставили себе цели для того, чтобы всем было интересно. Потому что если мы не будем достигать какого-то результата и не показывать студентам, будущим абитуриентам и родителям, что ваши дети, получившись в техникуме, могут стать и добиться вот этих результатов, то, наверное, к нам никто и не пойдет тогда на обучение. Мы продолжаем развиваться, отметил Руслан Федорчук. Руководитель техникума рассказал, что нужно не только давать знания студентам, но и увлекать их профессией. Образовательное учреждение сможет давать своим студентам больше компетенций, что позволит абитуриентам найти себя в нужном профессиональном направлении.